Снежная зима помимо заносов на дорогах принесла во многие субъекты России еще одну проблему. Огромные сугробы и сосульки на крышах домов. Дня не проходит, чтобы то из одного, то из другого региона не пришло сообщение о попадании прохожих под такие мини-лавины. В Твери к решению проблемы вынуждена подключиться даже прокуратура. 507 уведомлений, выданных управляющим компаниям, а также 116 дел по фактам заваленных снегом и увешанных сосульками крыш, поступило в административную комиссию Твери. Таковы данные на 2 февраля. Власти города сетуют, что с ног сбились, ежедневно намотаясь по улицам и выявляя многочисленные недоработки коммунальщиков. В случае выявления нарушения сотрудниками выдается предписание управляющим компаниям на ПСЖ в части оперативного устранения нарушений. Если это нарушение устранено не вовремя, тогда принимаются административные меры в соответствии с законом Тверской области административных правонарушений. А закон этот, между прочим, в самом конце минувшего года был значительно ужесточен. В частности, размер штрафа для граждан теперь составляет суммой от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, а юрлицам в отдельных случаях придется выложить и 350 тысяч. Однако, как видно, это не страшит управляющей компании. В итоге за дело взялась даже прокуратура. Проводятся постоянно проверки и на основании поступающей информации, и на основании обращений граждан. В инициативном порядке осуществляется мониторинг сети интернет. Выявляются повсеместно факты образования наледи на крышах. К примеру, дома номер 47, 119, 156, улица Двор пролетарки города Твери. И власти, и надзорное ведомство призывают граждан по каждому факту плохой работы управляющей компании обращаться в районные администрации и прокуратуры. Кстати, в среду утром после звонка нашего телеканала была ликвидирована огромная сосулька, свисавшая с крыши полиграф комбината детской литературы прямо над входом в здание, а также в кафе фастфуда. Судя по всему, такая работа и дальше будет вестись в Твери в ручном режиме. Ведь у коммунальщиков не хватало то ли сотрудников, то ли желания и в прежние годы. Не говоря уж про нынешнюю, очень снежную зиму. Субтитры создавал DimaTorzok